Топ-5 самых резонансных коррупционных преступлений сегодня представили представители омских силовых структур. В пятерку вошли высокопоставленные чиновники региона и люди в погонах. Почти все обвиняются в превышении должностных полномочий, проще говоря, в хищении государственного имущества. Общий ущерб от коррупционных преступлений только в этом году по самым приблизительным подсчетам составил 1 миллиард рублей. Итак, кто занял первое непочетное место? Сейчас расскажем. Пятое непочетное место по версии силовиков занял Сергей Алексеев. Бывший министр образования обвиняется в махинациях с землей. Ущерб государству более 7 миллионов рублей. Алексеев вино не признает, находится под подпиской о невыезде. Сразу после того, как Алексеевым заинтересовали следователи, он уволился из правительства. На четвертом месте в рейтинге самых громких предполагаемых коррупционеров этого года экс-начальник Омской миграционной службы Александр Денисов. По мнению правоохранителей, Денисов вынудил свое ведомство платить по судебным требованиям. Сумма – 11 миллионов рублей. Речь об аренде нежилых помещений. Такие расходы на недвижимость не были предусмотрены в смете миграционки. Оплату у ФМС перечислять не стало. И впоследствии арендодатель подал в суд о взыскании долга. Бронза достается Александру Стерлигову. Бывшего главу Минимущества обвиняют в продаже земли по заниженной стоимости. Бюджет Омской области потерял 9 миллионов рублей. На втором месте Илья Дубин. Он уже сел на скамью подсудимых. Бывшему директору департамента образования города предъявлено обвинение в 27 преступлениях. По версии следствия, общая сумма взяток превысила 1 миллион рублей. На первом месте топ-5 фигурантов коррупционных дел Юрий Гамбург. Отстраненный отдел 1-й зампредправительства обвиняется в махинациях с землей. Ущерб государству, по версии следствия, составил 400 миллионов рублей. 19 декабря Гамбург должен закончить знакомиться с материалами уголовного дела. Сроки по ходатайству сыщиков установил суд. Так как Гамбург и его адвокаты искусственно затягивали предсудебную стадию. Сложность расследования в большинстве заключается, конечно же, в больших объемах проведения проверочных мероприятий, следственных действий. В установлении корыстного мотива совершения этих преступлений, поскольку в большинстве своем все они латентные. В большинстве своем чиновники, должностные лица, которые мы пытаемся привлечь, не признают вину в совершенных преступлениях, оказывают различное противодействие. Как правило, за преступления коррупционной направленности приговаривают к штрафам. В 99 случаях в этом году только 13 подсудимых отправили в колонии. Остальным придется платить. По статистике, около 70% коррупционеров не могут рассчитаться с долгами перед государством. Злостно уклоняется лицо от исполнения наказания в виде штрафа. Мы можем принять меры к замене ему этого наказания на, предположим, лишение свободы. Это происходит нечасто. Чаще суды устанавливают рассрочку во времени для лиц, которые вот эти штрафы должны платить. В этом году в Омской области возбудили 470 уголовных дел, попадающих под определение коррупционных. В 2013-м обстановка была примерно на этом же уровне. То есть превышать полномочия и брать взятки у нас продолжают. Пресекать преступления, уверенно, силовики могут и сами жители региона. В первую очередь специалисты рекомендуют перестать бояться. Хотелось бы, пользуясь случаем, как раз обратиться к гражданам, чтобы чем больше они обращаются к правоохранительному органу, в структуру МВД, тем больше бы и значительно, может быть, мы и быстрее выявляли какие-то преступления. На сегодняшний день, к сожалению, большое количество именно преступлений коррупционной управленности мы выявляем самостоятельно. Сообщить о коррупции можно по телефону регионального следкома 395 506 и номеру полиции 8 800 250 02 35. Звонок бесплатный.